Алло, здравствуйте, Давид. Здравствуйте, да. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я являюсь представителем компания Газпром Инвестиции. Вы наставили заявку о дополнительном доходе. Скажите, что у вас не получилось? В смысле, что не получилось? Вы наставили заявку о дополнительном доходе. Вам не набирали? Кто-то набирал уже давно, не помню. А почему тогда вы не начали зарабатывать, не помните? В смысле, не начали, я зарабатываю. Ну, в сфере финансового рынка, то есть... Ну, зарабатываю, да. Вы торгуете на финансовом рынке? Конечно. И как успехи у вас? Сами или с аналитиком? С аналитиком работаем, все хорошо. Да, ничего себе. И на какой вам доход удалось выйти? А вам это зачем надо? Ну, интересно, как дела у наших клиентов? Ну, так я же не ваш клиент, что ли? А, вам из другой компании звонили, что ли? Конечно. Ну, наверное. А какую компанию вы работаете? Ауэртренд. Какой? Ауэртренд. Не слышал. Ну, ладно, удачи вам. Что? Ну, вы хотите, можете еще с нашей компанией поработать. А что вы предлагаете? Ну, давайте я вам расскажу. Ну, давайте. Я вам с удовольствием расскажу о финансовом рынке, как на этом можно заработать. Но для начала давайте немножко познакомимся для построения вашего финансового портрета. Угу. Скажите, сколько вам полных лет и являетесь ли вы гражданином Российской Федерации? Мне 28 лет. Гражданином не являюсь. А гражданином какой страны вы являетесь? Беларуси. Беларусь. Ага. Хорошо. Ничего страшного. С Беларусью мы тоже работаем. Так, смотрите. Мара Арудов и Давид. К нашей компании обращаются люди из разных сфер деятельности начинают официанты, заканчивая предпринимателями. Скажите, в какой сфере вы являетесь специалистом? Ну, у меня, собственно, компания. Что, что еще раз? Ну, у меня, говорю, в сфере бытовой бизнес у меня. Продают семена. У вас твоя компания? Да, семена продают. Семена? Да. Вы, наверное, любите, да, заниматься огородным там? Ну, не только это, да. У меня не только семена, да. Не только. А, хорошо. Супер. А на какой доход вам удалось выйти за прошлый месяц? Доход чего? С какой прибыли? Доход, ну, с вашего бизнеса? Ну, нормальный. Нормальный доход. Не, ну, сколько примерно, чтобы понимать. Вам цифры нужны или что? Я бы не понял. Да, цифры. А для чего? Просто немножко не понятно вообще. Я же говорю, для построения вашего финансового порядка. К нам обращаются люди с абсолютно разным заработком. Да, вы же знаете, сколько я зарабатываю или что? Да, именно это я и пытаюсь у вас узнать. Ну, достаточно. Если вам будет достаточно мой ответ, то достаточно. Ладно, не хотите говорить, как с этим. Идем дальше, да? Угу. Смотрите. А связи с последними событиями пандемии, возможно, вас это тоже коснулось, многие люди влезли в долги, кредитные ямы и прочие неприятные финансовые ситуации. Скажите, как у вас эти дела обстоят? Все хорошо. Не жалко. То есть нет финансовых нагрузок, да? Ну да, все хорошо, хорошо. Ой, я за вас очень рад, потому что обычно люди с такими проблемами и обращаются к нам, но мы их... Спасибо, что вам рады за меня, очень приятно. Ага, пожалуйста. Да. Да, Давид. Да. Так, идем дальше, да? Угу. Сейчас, что там? Что там у нас? Угу. А вот скажите, Давид, сами обеспечиваетесь семью или жена помогает? Хех. Говорит, конечно, сам. Сами? Конечно, сам, да. Вот. Хорошо. Ага. А вот на какую трифлю вам бы хотелось выйти в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно, да? Ничего себе не отказывать. Жить, так сказать, на широкую ногу. Да так я и живу на широкую ногу. Ничего себе не отказываю. Не, ну, вы, наверное, не заинтересовались дополнительным доходом, правильно? Ну, когда этого не запомнить, надо что-то, инвестировать куда-то, типа такого. Ну, ну, вот скажите, сколько вам все-таки хотелось бы получать? Наверное, больше все-таки. Ну, чем больше, тем лучше, да. Сколько, не знаю, мне хватает. Ну, вы можете цифру назвать, ну, более конкретно, там, 100 тысяч в рублях, если, или 200? 200 тысяч долларов хватает в месяц. Нормально было бы. 200 тысяч долларов, правильно? Вижу, вы амбициозный человек, да. Ну, а чем будет? Я думаю, да, думаю, на эту цифру вам получится выйти уже в ближайшее время, так сказать. Откажите, Давид, а сколько вам не хватает до суммы в 200 тысяч долларов? В 200? Ну, да, сколько вам не хватает до суммы 200 тысяч долларов? Это же в месяц вы говорили, да? Вам надо 200 тысяч долларов, правильно? Нет, это в месяц, ну, 5-10 тысяч долларов нормально было бы. А, хорошо. А сколько вам не хватает до года 5-10 тысяч в месяц? Много? Ну, нет, немного. Совсем чуть-чуть, как говорится. А, ну, хорошо, это отлично. В общем, я понял. Теперь давайте я вам расскажу о финансовом рынке, чем мы занимаемся, и как вы на этом можете заработать. Хорошо? А, смотрите. Финансовый рынок – это бизнес, в котором осуществляется купля-продажа крупных мировых активов. Активов существует более чем 600, и все они делятся на 4 сегмента, да? То есть, так же, как на рынке помидоры и грузы примерно только у нас, вместо этого активы будут финансы, да? Более чем 600 активов, и все они делятся на 4 сегмента. Первый сегмент – это валютные пары. Обменивали когда-нибудь валюту? Ну, конечно. А в каких целях меняли? Могу еще не обменивать валюту. Хорошо. Ну, значит, вы попали в этот сегмент. Второй сегмент – это товарно-сырьевой. В него входят нефть, газ, серебро, золото, ценные металлы и прочее. Понятно, да? Угу. Третий сегмент – это криптовалюты. Наверняка кто-нибудь слышали о биткоине, правильно? Конечно, да. Угу. Да, представляете. Угу. Еще буквально 10 лет назад он стоил всего лишь полдоллара, а сейчас уже ближе застремительно к 50 тысяч долларов. А что вы не купили? Слышали? Да. А что вы не купили? А я купил только, знаете, не по полдоллара, потому что, ну, я тогда не знал, что он так летит, а вот, когда он был там 30 тысяч, по-моему, еще год назад. Угу. Вот. Сейчас жду, знаете, когда он будет, ну, хотя бы 1100, я думаю, что он даже будет еще больше. Угу. Вот. Как вы думаете? Да, не знаю, мне все равно, на самом деле. Да, но на этом можно неплохо заработать. Угу. По принципу, купить по одной цене и продать по другой цене, вот. И последний сегмент этого рынка – это фондовый рынок. В него входят акции крупных мировых компаний, таких как Apple, Microsoft, Puma, Adidas и так далее. Вот, например, как на этом заработать, объясню на этом примере. Вот у вас есть телефон? Угу. А вот какой марки? Ну, конечно, водитель. Ну, а какой марки у вас телефон? Ну, у меня обычный Xiaomi. Xiaomi, да? Да. Смотрите, Терит, как вы думаете, что случается с акциями компании Xiaomi, когда выходит новый телефон? Может случиться разное. А вообще, да, но все-таки это надежная компания, правильно, Xiaomi? Ну. И обычно все-таки цена возрастает, правильно? А с чего это выезжали? Конечно же. Ну, потому что по тренду динамики, колебания, вот эти вот… А если она выпустит говно, извините за вооружение, то что акции поднимутся, что ли? Ну, если… То тогда, конечно же, они скорее всего будут… Ну, вот, а зачем вы подворите? Ну, ну… Нет, ну, как бы… Я об этом вам позже расскажу, почему и откуда вы будете знать снижение или повышение цены. Потому что с этим вам будет подробнее помогать разобраться. Потому что, конечно же, если, ну, телефоны Xiaomi начнут взрываться, там, или еще что-нибудь с ними произойдет, то, ну, акции, конечно же, будут падать. Но, как показывает практика и тренд, они растут. Итак, вам понятен принцип заработка? То есть мы покупаем по одной цене, а потом по другой? Ну, так я так и сделаю, ну. Ну, а у вас есть вообще опыт какой-то? Да, у него нет. У вас есть опыт, я знаю. Да, ага, хорошо. Ну, вот, так вот, смотрите. Так как вы не особо осведомлены в этом… Почему не особо осведомлены? Ну, вы только что сказали. Вы себе противоречите? Нет, я говорю, есть опыт небольшой, но… Ну, вот, небольшой. Ну, вот видите, а чтобы уходить постоянно в плюс и, ну, не терять свои деньги, нужен достаточно большой опыт. И наша компания, в свою очередь, закрепит за вами нашего аналитика. Это специалист, который работает в этой сфере более 8 лет, который зарабатывает сам и помогает, зарабатывает другим. Как вы думаете, как он может вам помочь? Не знаю, как он может помочь. У меня, ну, есть же такой аналитик уже. Работаем уже. Помогает ему. Ну, да. А я вам скажу. Аналитик будет давать вам информационные сигналы. То есть, когда она стоит открыть сделку, когда ее нужно завершить. Следуя его советам, вы будете зарабатывать. Как вам такая перспектива? Ну, так я так и делаю. Вот, но вы можете делать еще это и с нами. Правильно? Ага. Ну, как говорится, больше компаний, больше денег. Правильно? Угу. Вот. Поэтому у нас есть, ну, для начала я вам скажу. Вы спросите, какая же наша выгода с этого, да? Мы заинтересованы в 20% от вашей прибыли. То есть, заработали вы, заработали мы. Нам выгодно, чтобы вы зарабатывали больше и выводили больше. То есть, вы будете переселять 20% от вашей прибыли только после того, как вы заработали и вывели деньги на свой счет. То есть, с ваших депозитов вы ничего не платите. Вы 20 говорите. Что еще раз? Мне тут вообще 15 предложили. 15 вам предлагали? А вы 20 говорите. Ну, вы же работаете уже с этой компанией, правильно? За 15%. Конечно, да. 15 же выгоня, чем 20, правильно? Да. Ну, конечно, но вы можете и с нашей поработать. Ну, так у вас 20%. Как бы. Ну, у нас аналитики высококачественные, специалисты. Да? Давид. Да. Угу. Где они учились? Угу. У них два и больше высших образования. Ага. То есть, это профессионалы, да, специалисты в своем деле. Ага. Лучшие. Буквально сидят за восьми мониторами, да. Так. Строго до вечера мониторят рынок, чтобы дать вам лучшие советы по финансовому рынку. Глаза не лопнут от восьми мониторов? Ну, есть специальные очки, знаете, да, и в целом они соблюдают все правила облечения. А вы смотрите за ними, да? То есть, какие очки они соблюдают или нет? Ну, контроль есть. Ну, да, это же их здоровье. Мы не можем пренебрежительно, так сказать, относиться к здоровью наших сотрудников. Так вот, Алис, смотрите, у нас есть три типа счетов. Да. Тысяча долларов, два долларов и триста долларов. Да. Я бы вам рекомендовал, чтобы вот, ну, прощупать, да, понять, что сфера действительно перспективная, прибыльная, что она работает. Так я знаю, что сфера прибыльная. А, тем более вы знаете, тогда вы можете начинать с тысячи долларов и выше, то есть, сколько у вас есть, можете инвестировать и зарабатывать с этого от 27 до 34% прибыли. То есть, тем больше инвестируйте, тем больше плюс. Так я работаю уже, у меня депозит уже есть, 10 тысяч долларов, я работаю уже с аналитиком. Да, ну, попробуйте с нами поработать. Как ваш аналитик вообще? Ну, нормально, заработаю. Вот, вчера на золоте хорошо поработали. Да, постоянно, да, зарабатываю для нас. Да, конечно. То есть, не ошибается, да? Ну. Ну, а наш аналитик, он предоставляет более выгодные сделки, он несет более выгодные предложения, для того, чтобы заработали вы намного больше. Понимаете? Намного, да? Намного. Вот смотрите. Сколько намного? Намного это бывает даже доходит до 50% суммы инвестиций. Это какой период? Это примерно, бывает даже за 20 минут, вы знаете, вот. За 20 минут? Когда выходит какая-то новость. За 20 минут 100%, да. Когда выходит какая-то новость, да? Очень важная. Отчет какого-нибудь события, которое очень влияет на цену. Ну, то такое тоже происходит, Давид. Понимаете? Угу. Интересно. А вы сами заработаете, да? Так что, зачем зарабатываете? Ну, конечно, я сам инвестирую и достаточно успешно. Сколько зарабатываете? Ну, я начал всего лишь полгода, но, полгода назад, но уже вышел на доход в 4-5 тысяч долларов в месяц. Угу. Так, а если вы можете 50% за 20 минут делать, то зачем я вам нужен тогда? Я же говорю, мы заинтересованы, наша компания, от 20% от вашей прибыли. То есть, заработали вы, заработали мы на плаге, но чтобы вы зарабатывали. Как вам такое, Давид? Ну, отлично. Так что, давайте я вам помогу активировать свой торговый счет. Ну, зачем? Ну, как зачем? Для того, чтобы вы пополнили свой счет и начали зарабатывать. Да. Хорошо. А кто вообще? Что за компания? Я уже забыл. Как-то не... Ммм. Газпром инвестиции. А, так называется? Я могу вам все скинуть, где вы есть, там, Telegram, Viber, WhatsApp. Ну, вы можете мне так сказать, я... Я напишу. Газпром. Так, Газпром. А, Газпром. Так. Дальше. Газпром написали? Да. Ой, щас. Газпром. Ну, ищите на сайт. Газпром.ру, правильно? Ну, там немножко другая ссылка, я могу вам ее скинуть. Это именно инвестиции, а не... Ну, Газпром инвестиции, как бы. Ну, хорошо. Скажите мне ссылку, я, ну, забил. Давайте я вам лучше скину это все. Куда? Как зовут вас? Меня зовут Вадим. Вадим. Ну, так что, Вадим, ты где, сука, аж как войти? Ну, вам по буквам говорить, что ли? Ну, скажите по буквам, я же за компьютером, но... Нет, ты... Сейчас. Давайте я в Telegram скину все. Нет, Telegram по номеру не найдете, мне там... Скорее всего, не получится. Почему не найдут? Давайте WhatsApp. Ну, WhatsApp я не использую на этом телефоне, но на другом у меня. WhatsApp? А, какой мессендер у него есть? Ну, давайте скиньте на Viber, на Viber, я сейчас она... Да он просто убирает. Viber, Viber есть. Viber? Да. А, у вас на этом номере? Да, 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 на этом номере, конечно. Угу. Сейчас, он скину на Viber. Угу. Можно пользоваться? Можно пользоваться и нечистить? Да, да. Сейчас я ваш... Номер... Так. А вы сами где вообще находитесь? Ну, и в Москве. В Москве, да? У нас даже офис есть, представляете? А, офис даже есть у вас. Ничего себе. Да, если что, ну, заезжаете как бы. А, типа можно будет приехать, да? Конечно. А, ну вот я как раз, наверное, к началу октября вот планирую в Москву поехать. Мне как раз надо будет... Ну, вы можете раньше, я понимаю, но вы можете и раньше начать. Ну, я могу как раз приехать в офис, там, заодно увидеть вас, и вот, и можно сразу на депозит положить хорошую сумму. А, ага. А вы точно, ну, вот, заинтересованы в инвестировании по моему установку? Как бы, я только заинтересованным клиентам сбрасываю сайт. Ну, а как я не могу понять, вы со мной разговариваете, что, в смысле, я должен умолять вас, или что? А, ну, не, ну, хорошо уже. Ну, так я вас слушаю. А, хорошо. Давай сейчас. Я нашел ваш номер уже, да? Так. И сейчас кину ваш, ваш, собственно, сайт для регистрации. Давайте. Смотрите, вам, вам пришло? Нет, нет. Подождите. Мне кажется, вот, смотрите, у вас имя Джи-Джи? Ну, вот, я вам и скинул, ну, вам нужно прийти. Так. Все, давайте посмотрим. Давайте. Так, проверите на спам, да? А что за ссылка это вообще, вообще? Сма за ссылка? Ну, ссылка, ссылка на сайт Газпрома Инвест, регистрации. Может, вам что еще, подсказать что-то? Ну, ссылка какая-то на регистрацию. А зачем на регистрацию? Ну, чтобы вы зарегистрировались и активировали свой торговый счет. Вот, придумайте себе, да, имя, фамилию, логин, имейл. Ну, порой же желательно, ну, придумать, ну, надежно, да, с большими буквами. Так это же на Газпром, это же какой-то, ГПУМ какой-то. Ну, вы зайдите на основную страницу, это точно Газпром. Ну, это я не вижу, что это Газпром. Ну, если хотите, можете встретить регистрацию на ФП, да? Да. Вверху, да, вот эту ссылочку. И, что происходит, ага, ничего. Ага. Ну, вы сначала зарегистрируетесь, и вы все увидите, как бы. Ну, как? Входить на него могут только зарегистрированные пользователи. Да. Так, а есть люди, я не хочу регистрироваться, то что? Вдруг здесь какой-то фишинговый сайт. Ну, вы что? Мощенников, понимаете? Ну, вы же тут ничего такого не водите, только, ну, буквально персональные данные какие-то. А, то есть, ну, поверить вам на слово, да, договориться? Ну, да. Да. А есть какой-нибудь другой вариант? Вот вы заходите. Что? Другой вариант какой-нибудь есть? Другой вариант? Угу. Да нет вроде других вариантов. Ну, вам что, вы зайти на сайт и активировать счет? Вы же не зарегистрироваться? Вот вы, вы когда, не знаю, там, приходите, приходите в магазин купить, или, грубо говоря, вы что, ее штрафы покупаете, либо же осматриваете? Смотрите, Давид, если вы хотите, если вы верите в компетентности нашей компании, я могу вам скинуть нашу лицензию, вы можете зайти на сайт Центробанка России, сбить эту лицензию и поверить. То есть, то что мы, компания, которая на уровне... Нет, это масштабная эти, вот, Gazprom.ru, или как у вас? Сайт именно для инвестиций я вам скинул. Вот. Вы тоже на нем зарегистрировались для начала, чтобы активироваться торговый счет, потом унести свои денежки, ну, и начать зарабатывать. Ну, вы, прежде чем купить машину, вы ее осматриваете, или вы же сразу покупаете, вот, не глядя? Или любую другую вещь, например? Ну, хотя бы визуально же вы не видите? Не, ну, визуально, чисто так. Конечно. Ну, так вот, я вас об этом и прошу. Ну, если я знаю, что я покупаю, то... Ну, так, конечно, я не знаю. Я вам могу скинуть лицензию, которую вы можете проверить на Центробанке России, вот. Ну, что я знаю. Мы на одном уровне... С Сбербанком. Да, мы на одном уровне со Сбербанком, Гоу-банком, то есть... Угу. У нас есть дорожжение на финансовые сети. Да, я знаю. Сейчас я вам скину, да. Угу. Угу. Смотрите, Давид, я вам отправил. Да. Вот. Видите вот цифры вверху? Вы... Да, вот вы видите эти цифры вверху, да? Угу. Не в самом верху, а вот ниже, где федеральная служба по финансовым рынкам. Вы впишите в гугле Центробанк России. Да. Вводите в поиске эту лицензию. И можете удостовериться в компетентности нашей компании. Так, Госпром, Инвестфолдинг, да? Угу. Центробанк России. Ооо. Хорошо, так как сайт, где ваш? Сайт? Ну, сайт я вам скинул. Так, Центробанк России. И где мне здесь цифры вверху? Что, что еще раз? ЦБР.ру, да? Центробанк России. Да, Центробанк России, верно. Так, хорошо. И что мне здесь надо сделать? Заходите на сайт и проверяйте, то есть, нашу лицензию. То есть, вот эти вот цифры вводите. Проверить финансовую организацию, да? Номер лицензии, видите? Ну, тут я вижу, что, банки России, интернет-приемная, проверить финансовую организацию, личный кабинет участников рынка и так далее. Что здесь искать? Ой, ну, нажмите сразу проверить. Проверить финансовую организацию, да? Ну, да, ведем. Проверить информацию о банке, интернет-приемной организации, проверить информацию о микрофинансовой организации, пенсионной фонд, страховой организации, пенсионной компании, проверить информацию о актуриарии. Что проверять? Там три варианта. Ой. Вы не знаете, что это зрелище? Нет, не знаю. Ну, вот, что вы в гугле вписали? Центробанк России, да, что там? Ну, cbr.ru сайт выдал, да. Я в нем нашел. Ой, вам что-нибудь сайт этот найти, что ли, еще? Ну, cbr.ru? Ну, какой еще? Эээ, щас, сек. Щас, сек. Ээ, cbr.ru, да. Ну, вот, cbr.ru. Вы на этом сайте? Да, что нужно делать дальше? Вон, на основной странице, там, есть поиск по сайту, и вы просто вводите эту лицензию. Поиск по сайту, и надо вводить эту лицензию? А? Так, номер лицензии 177, вот это вот? Да, 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 именно это. Так, я что выдаст? Так. Список брокеров? Да. Ну, так это что? Кто это? Ну, это наша лицензия, вот. Наша лицензия, да? А номер просят телефон, из которого звонить, там, отличается почему-то. Что номер? Вот у нас лицензия брокерская, управление ценой бумаги и дилерская. Ну, у нас все лицензии на осуществление финансовой деятельности. Да. Не могу найти. Понимаете? Так я не могу найти, где я тут. Не показываю. О, ну как это, вот вы вбили лицензию, да? Да. Список брокеров. И у вас написано. Вы видите, у вас написано Gazprom, ну, Gazprom Invest Holding. Нет, Gazprom Invest Holding не написано. Написано список брокеров и все. Список брокеров? Вы видите, у вас есть лицензия? Рынок ценой бумаг. И все. А Gazprom не написано. Ой, Давид. Сейчас проверю, что у вас там опять не получает. Введу эту лицензию. Смотрите. Все, по-моему, получается. Я вам Viber опять заскинул ссылочку. Ну, давайте. Тут есть официальный сайт, вот это Gazprom Invest Holding.ru, правильно? На него нужно заходить. Ну, заходите. Ну, это наш второй сайт. Ну, как второй? Ну, там еще есть третий. Где третий? Давид, вы хотите инвестировать или нет? Хочу, конечно. Ну, так давайте зарабатывать. Что сделать? А, ну, что? Что сделать? Заходите на сайт, который я вам скинул в начале. Вот я вписываю лицо. Вспомнивесхолдинг.ру, правильно? Нет, сайт для инвестиций, вот именно, чтобы осуществлять брокерс. Данная регистрация, ну, проводится на сайте, когда я вам... Вы пили что-нибудь, нет? Торопили что-нибудь, нет? Я пью... Не понял, что я? С утра вы что-нибудь употребляли? Нет, я ничего не употребляю. Я пью чаек. А, голос какой-то странный просто. Да нет, вам кажется. Я таким не занимаюсь. И вам не советую, как бы. Да нет, нормально. Ага. Давид, у вас какие-то сомнения или что? Ну, такие, вот, так я вижу. Вижу лицо, зашел на сайт, где-нибудь зарегистрировал это вот. А компания есть? Ваша компания, да? Наша компания, да. Ну, вот, регистрация для осуществления брокерских действий выполняется именно на сайте, которого я вам скинул в начале. А почему там? А что? Все раз. Глупся в жопу говорю. А здесь, внимание, от имени компании действуют мошенники. Что написано? Давид. Ну, что такое? Не понимаю вас. Что, что такое? Говорю. От имени компании действуют мошенники. Здесь написано. Последние новости. От имени компании действуют мошенники? Да. Ну, бывают, конечно, да, компании, клоны, которые вот это вот занимаются таким, но мы официальная компания, как бы, у нас все лицензии, все равно. А куда я могу знать, что вы официальные, а не те люди? Ну, как, я вам скинул себе такой момент, могу договор скинуть, хотите, я бы. Ну, а вы можете вот скинуть, вот, не знаю, там, офис свой, вот, фотография, как у вас происходит? Офис? Да, да, да. Фотография офиса? Ну, как бы, знаете, это конвенциальная информация. А почему это открытая компания? Это же не закрытая компания. Не, ну, на данный момент офис закрыт в связи с пандемией. Я же не говорю поэтому, как я говорю, можете сфотографировать, понимать, это вы действительно, вы или не вы? А, что? А? Да. Что? Ну, пусть и в жопу ебут, говорю. Говорю, офис фотографировать можете, я. Не понял, ну, чего же что в русstate говорить? Пламутли в жопу ебут, говорю. Говорю, офис можете сфотографировать, я. Офис? Ой, я же говорю, нет возможности, нельзя фотографировать вам офис. Вот. Вы устали на работе, нет? Работать? Да, нет. А вы где работаете? А, я забыл. Подожди, вы забыли, да. Я вызваю с памятью, что проблемы, я вам 10 раз повторял. Ну, знаете, мы же не роботы, ну как бы, все мы люди, все мы можем что-то забыть, правильно? Вот, поэтому, ну, ничего страшного, вы тоже наверняка когда-нибудь что-нибудь забывали, правильно? Ну, я знаю. Мне кажется, что у вас какой-то говор такой, не русский. А какой, если не русский, у меня голос? Ну, какой-то не русский, какой-то акцент у вас какой-то. Акцент? Какой украинский? Да нет, вам кажется. Нет, нет. По что? По пони. Нет, ничего. Так что, будем инвестировать? Во что? А, финансовый рынок. Вот вы чем вообще сейчас торгуете с аналитиком, как вы говорите? Ну, сам торгует, он подсказывает, с тем, с золотом. А, вы сами торгуете? Ну, мне подсказывают, да, сделки. Вчера заработали вон, с тем, с тем, с золотом. Просто, понял, просто вы до этого говорили. И что у вас какой-то аналитик, который берет 15%. Ну, так аналитик, ну, так мы вместе зарабатываем, ну, я и он. А, ну, так понял вас. Так что, вы проверили? Что проверили? Привет. Лицензию. Ну, так лицензию проверим, но там сайт другой же какой-то. Ну, это наш. Ну, откуда это значит, что это ваш? Ну, на Газпром инвестиции. Я вам скинул сайт для регистрации. Ну, тут написано, что мы мошенниками связывался. Вот в последнее время Газпром Весхолдинг, получается, сообщаем о том, что в компании действовали не исполняли лица, имеющие к Газпром Весхолдинг никакого отношения. Ну, ладно. Не установлю лицо, позвонила гражданину, представившему несуществующим сотрудникам Газпром Весхолдинг. Вот. Далее сообщило, что Газпром использует заключать договоры инвестирования на рынке акций. Ань, вот. О, это все, что там написано? Ну, почитайте. А, можете скинуть или прочитать? Не, просто. Не, просто. На факте, влияющем на репутацию компании, заботиться о вашей безопасности. Обращай внимание, что Газпром Весхолдинг в своей деятельности. Профессиональное действие не осуществляет холодных звонков на физических и юридических лицах. Ох ты, блять, мошенник ебаный, ну. А ты мне говоришь, что ты не мошенник, блять. Я? Да, блять, ну, слушай, да я же прикалываюсь на тобой. Я же первое, без твоего алло уже понял, что ты не алло. Как говорится. Ну, вот здесь не так указано, что вот холодные звонки и так далее, это просто тебе, ну, читаю реально. А так я, ну, прикалываюсь на тобой. Ты же чумошник, что. Вот поэтому, как говорится. Ну, хватит меня обзывать, во-первых. А то что? А то что? А то я отключусь, и вы не будете зарабатывать. Да, что-то употребляю. Блин, не, ты понимаешь, ой, вы понимаете, что вы теряете возможность зарабатывать. Придурок, блять. Ты реально придурок, да, вот честно? Че-то пил, скажи тебе. Или потребляешь что-то? Я пью чайок. А, а что? Ее крепкие. Ну, какой-то, блять, ты типок такой неординарный на самом деле. Там, ну, тебя за звонки не слушают твои, там, не буду тебя ебать в жопу. Из-за этого. Из-за этого. Капец. Есть, 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 есть одно место, а ты прав, вот, чтобы отъебали тебя хорошенечко в жопу, вот, вот, прям взяли по палку какую-нибудь засуливаете глубоко с хозяйственным мылом, и было бы заебись. Ого. Ну, я думаю, что, ну, это несраведливо за то, что мы предоставляем вам удочку, которую вы можете ловить деньги, так сказать. Как вы считаете? Вот ты реально придурок, вот скажите мне, или притворяешься? Я не придурок, это во-первых. А вы в Украине, да, в Украине что-то, да, небось? Нет. А что, что, в Украине работаешь? Я работаю в Москве, в вашем офисе. А Крым чей, скажите, русский? Крым. Крым русский. Ну, хорошо. Вот. А у вас что, какие-то другие варианты, чей Крым? Нет, нет, нет. К моему... Не, ну, вообще, по факту, если говорить, ну, чья территория, то, конечно же, это Украина, да? Но вот сейчас, как бы, мы, конечно же, отжали, вот, так сказать, территорию, поэтому мы ею владеем. Я понял. Ну, вот ты сам, чем занимаешься? Чего там? Какие развлечения у тебя есть? Да какие развлечения? Я пытаюсь вам помочь, Давид. Чем помочь? Придурок, я... Чем ты поможешь мне? Я хочу помочь вам зарабатывать, зарабатывать, вот, Давид. Вы учё, вы его наоборот запускаете. Ну, что может? А ты сам зарабатываешь? Да. Да, я говорю, зарабатывал стабильно. Три-треть, и так. Три-треть. Угу. На... 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 Скажите. На... 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 На Москву, конечно же, не хватает. Да. На Москву больше? Деньги хватает? Выдают там зарплату, тебе что-то, ну, обратно? На... На... На маршрутку, или там, на метро, где ты там ездишь? Где не хватает? А, да какая маршрутка? Я пользуюсь Uber. Ага. Вот тебе машину... Ну, конечно же, в перспективе... Нет, в перспективе, конечно же, хотелось бы свою машину, но я водить, знаете, не особо умею пока что. А потом, может быть, научусь, но пока что так. А вот вы и что занимаетесь сейчас? Я ебу таких, как ты, вот сейчас разговариваю по телефону, вот общаюсь так. Таких, как я? Да, да, да. Вы нетрадиционной ориентации, что ли? Или... Я еду, я еду, я еду, вообще не. Что? Телефонная мозговка, вот таких вот, как ты... Ну, бездельников, которые, блядь, никто ничего не понимает. Ну, видимо, очень жестко, да? Как у вас это получается? Ну, как? Как тебе виднее, я не знаю, вот если... Как ты оцениваешь вообще? Ну, знаете, очень хорошо. Вы такой спокойный, но так глубоко захворите вы. Я прям в шоке. Глубоко в тебя, нахожу, что я не могу понять. Я имею в виду, ваша мысль настолько глубокая, что... Ну, как бы... Но вы все-таки не можете понять всего лишь один момент, да? То, что... И я хочу вам помочь. Предоставляю вам заработок. Дополнительный доход. Так. Поэтому, ну, давим. Давайте начнем зарабатывать. Ну, давайте. Отлично. Я вам скинул ссылочку. Вы на нее заходите. И, ну, начинаете зарабатывать. Ну, а при одном условии, что... У тебя вообще... Ну, тебя уже поебали, да? Я так понимаю. Меня ни разу я не такой. Нет. Даже в мыслях не было, да? Ничего нет. Ни разу в мыслях не было. А что ты засмеялся, засмущался, аж? Что? Я говорю, засмущался, аж. Ой, ну, знаете, вспомнил там пару неприятных ситуаций. Которые даже в пот меня кинули. А, то есть тебя кидали в пот? Или по кругу тебя кидали? А вас кидали? Нет, так я же тебя спрашиваю. Ну, ты говоришь, там тебя в пот кидал, а там, может, кто-то по кругу пустил там. Нет, в пот кидают, в пот бывают кидают, знаете, от страха. А не от того, что вы подумали. А, то есть ты боялся, да, когда там решался, что тебя по кругу пустят? А вы не боитесь, когда вас пускают по кругу? Нет, это страшно. Тебя же в пот бросало, у тебя же мысли какие-то. Ну, да, Давид. Я вас прекрасно понимаю. Да, ну, понимаете, я же знаю, что вы понимаете. Пускали же, но это не раз. Давид, ну, Давид, ну, два единочей за ту. Вы хотите зарабатывать? Конечно хочу, но а чего нет? Ну, так давайте, я вам скинул ссылку, я предоставил вам все возможности, чтобы вы начали зарабатывать уже сегодня. Инвестирую сегодня. Всего лишь тысячу долларов. Завтра вы можете заработать уже, ну, баксов 50, чистые прибыли. Как вам такое? Да вообще супер, заявитель. Ну, так давайте, чего же, ну, вы, вот, отломаетесь. Только обещаю, что тебя впустят по кругу. Вот я, блядь, депозит, ну, сделаю, но чтобы тебя впустили по кругу. Никто меня не пустит по кругу. Почему? Ну, зачем оно мне? Ну, один раз, ну, что ты там, что, что сняться? Ну, как говорится, один раз мне форма. Ну, вот, один раз, конечно. Давай, там тебя пустят по кругу, скинешь мне там видос, как тебя там впустили. Я депозит сделаю, без проблем. То есть мы заключаем договор, чтобы меня отпускать по кругу, и вы делаете депозит? Да, 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 совершенно верно. Ну, вот это же другое дело, знаете? Ну. Обещайте. Обещаю, конечно. Бля, я тебе слово даю, вот, серьезно. Сколько? Тысячу долларов? Да, без проблем, абсолютно. Тысячу долларов? Да. Ну, другое дело. Ну, только ты там укажешь, там, не знаю, там, мое имя, там, дату, ну, чтобы понятно было, что это ты там не сбросил видео. Да, я могу профи еще литочек взять, написать, ну, на нем ваше имя, и вот, как меня по кругу будут... А, бля, вообще было бы круто, на самом деле, серьезно. Вообще, дебись, я как... Я на тот же день, то есть я не на следующий даже, а в тот же день там сделаю депозиты. Ну, отвечаю. О-о-о. Нормально. Договорились? Нормально. Ну, вот это, конечно, уже можно. Ну, вот и все, ну, вы говорите. Не по кругу, не по... А все тогда. Так, что ж, ну, видео тогда вайвер, да? Когда это будет? Ну, знаете, мои друзья сегодня на работе еще, вот. Завтра у нас будет выходной, как бы, как бы... И мы можем все организовать, да? Наш... И вот в понедельник, как бы, скину, наверное. А, блин, было бы круто вообще. Вообще идеально. Буду ждать звонка тогда? Буду. Хорошо, до свидания. О, давай, пока, пока, Вадик, давай. Давай. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok